Это уже третья в этом году муниципальная форма правдома. Основной темой встречи стало начало отопительного сезона. Запущены социальные объекты, запущен квартирный жилой фонд. И по сути на сегодняшний день мы уже в меньшей степени получаем заявок там, где тепло не пришло в дома. Это уже такие частные случаи, это больше завоздушивание. То есть мы просим жителей в спокойном режиме, если вдруг где-то стояк холодный, просто сообщать в их управляющую компанию. В округе функционирует 14 ресурсоснабжающих организаций и 51 управляющая компания, что обслуживают более тысячи многоквартирных домов. Как рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского городского округа Александр Белый, все подготовительные работы к осенне-зимнему периоду уже полностью завершены. В рамках подготовки к обслуживанию объекта в зиме предназначена в ветхие сетей. Теплооснабжение в 7 километров, водоснабжение в 9 километров, водоотведение в 2 километра. Управление ЖЖХ определенные проверки готовности к административному периоду жилищного фонда, объекта в социальных сферах и прочих потребителей тепловой мероприятий с выдачей и спортовой готовности. Старшая по дому номер 5 по проспекту Ленинского комсомола Галина Вороневич пришла на форум, чтобы узнать, когда начнутся работы по ремонту фасада. В квартирах очень холодно и сыро. Все документы оформлены. В этом году нас поставили на очередь, что будут фасад дома делать. Но вот сейчас я пришла, хотела бы узнать, жильцы хотят знать, будут ли нас, включили нас в программу и чтобы нам дали результат. Второй вопрос на повестке форума – благоустройство придомовых территорий и общественных пространств муниципалитета. В этом году у нас финансирование урезано Московской областью в связи с событиями. Поэтому мы из благоустройства выполняем несколько парков и скверов. Ну это такие лавочки, урны, такие зоны отдыха больше. И детские площадки – это точечный ремонт, то есть это не устройство каких-то новых объектов, а только ремонт. Но, к сожалению, мы на следующий год планируем масштабную уже замену детских площадок. Далее форум продолжился в формате конструктивного диалога. Жители многоквартирных домов смогли задать волнующие их вопросы. Все вопросы, которые задают, если в зале сразу не получают ответы от администрации или представителей ресурсно-снабжающих организаций, записываются в протокол. И потом назначается встреча, этот вопрос прорабатывается. Мы стараемся отслеживать, выходим на места непосредственно. Форум «Управдом» позволяет выявить актуальные проблемы в сфере ЖКХ и вынести их на обсуждение. Жителям высказать свои позиции, а представителям администрации, ресурсно-снабжающих и управляющих компаний услышать пожелания и замечания для дальнейшего совершенствования работы. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.